Эмоции на этом поле не уступают серьезным чемпионатам. Крики болельщиков раздаются с каждой площадки. Впервые в регионе проходит соревнование таких масштабов среди людей с ментальными нарушениями здоровья. В базарном Карбулаке 12 команд из всех психоневрологических интернатов области. Среди участников уже именитые спортсмены. Алексей Антипов привез не одно золото со специальных Олимпийских игр в Шанхае и Греции. Я уже два раза взял это большие результаты. На приигры взял 4 золота, а на всемирных взял 3 золотых и одно серебро. А Николай Мурнаев впервые участвует в спартакиаде. Готовился два месяца и очень волнуется. Но главное для него попасть не в цель, а в круг своих давних друзей. Здесь в детском доме он вырос. Сейчас живет в интернате в Сосновке. Сегодня праздничный день. Потому три года я не видел своих учителей, воспитанников, друзей не видел. Не просто долгожданное событие, но и единственная возможность по-настоящему проявить свои силы. Поэтому многие участники соревнований занимаются одновременно в нескольких секциях. Мини-футбол, армрестлинг, теннис и дартс. Лишь начало списка тренировок, которыми Анатолий Андреев занимается со своими воспитанниками. В его арсенале 14 дисциплин, в числе которых есть даже художественная гимнастика. Признается, подготовка спортсменов с нарушениями интеллекта требует особой закалки. Приходится иногда 10 раз, 20 раз, 30 раз одно и то же движение обучать. Каждый элемент отрабатываешь. А я, наоборот, с ними отдыхаю. Я себе поставил принцип, если не я, то кто. Результаты его тренерских усилий уже оценили на международном уровне. Воспитанники Анатолия Антипова регулярно участвуют в общероссийских и мировых состязаниях. Попасть на турниры такого уровня как раз помогают победы в подобных спартакиадах. Ксения Якубина, Алексей Бредихин, ТВ-центр, Саратов.